О, здравствуй, Маргарс. С приездом. Благодарствуем. Я вот тут зашел. Ну, а что ж, правильно сделал, что зашел. Ты же у нас еще пока тут хозяин. Вы знаете, хозяев у нас уже давно нет. С хозяевами мы еще в семнадцатом году рассчитались, так что... Слышь, козел. В каком смысле? А в том смысле у тебя совесть вообще есть? А, совесть. Совести нету. А, то-то я и вижу, что ты ходишь, посвистываешь, картуз потерял, не разыскиваешь. Ой, Марья Васильевна, вы знаете, я вот никогда не понимал вот этих ваших образов. Да. Так, значит, тебе, бандюга, и на дочку наплевать, да? А вот это слишком серьезная тема, Марья Васильевна, для сиюминутного разговора. Давайте оставим ее как-нибудь на потом. А сейчас просто позвольте мне взять некоторые дорогие для меня вещи. А, за дорогими вещами пришел. Не в этом смысле, Марья Васильевна, дорогие и в духовном смысле этого слова. А это умоется. А это в каком смысле? А в таком смысле, когда Нина придет, тогда и явимся. А, то есть, когда коза придет. Нет, ну, Марья Васильевна, поймите меня правильно, ну, если я, как вы выразились, козел, то моя жена, она, естественно, коза. Не могу. Ну, Марья Васильевна, вы не правы. Давай, давай, колесо я отцу. Естественно. У меня больше нет другого выгода. Ну, вы не правы. А чего это ты завалился, а, Тасик? А теперь серьезно, передайте, пожалуйста, Нине, что отныне ноги моей здесь не будет никогда. Да ничего, переживем. Естественно. Но время покажет, кто из нас прав. Оно, как известно, за нами. Отойдите, пожалуйста. Чего? Отойдите, пожалуйста. Пожалуйста, кто тебя трогает-то, господи? Все. Ай, проклятие. Ай-яй-яй-яй, Марья Васильевна, простая русская женщина. Я думаю, что ваша точка... Подходите ко мне! Да я так стою! Никогда вам этого не простит, да и моя тоже! Постой, Тасик! Прокажайтесь ко мне! Тасик! Ау-какао, пустище! Ой, боже!